Каким вы представляете свой идеальный день? Простутся часов в 11, выпить чашку кофе, принять ванну. Мечтать можно бесконечно. А знаете, каким видят ваш идеальный день врачи и учёные? Совсем иначе. Я сегодня приехала в Музей времени и часов, чтобы разобраться в этой теме подробнее. Во сколько нужно обедать и ужинать? В какое время заниматься физическими нагрузками, чтобы был максимальный эффект? И когда важно принимать лекарства? Составлю идеальный день без ключа с точки зрения доказательной медицины. Лебедева Дарья Дмитриевна, врач-сомнолог Центральной клинической больницы управ делами президента. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с вами говорим о том, как составить идеальный день для москвича. Для начала у меня вопрос. А почему вообще важно соблюдать какой-то режим дня и жить, грубо говоря, по часам? Считается, что если вы соблюдаете режим, то всё будет идти как по маслу. И ваше здоровье, и ваш сон, и ваше настроение, и гормоны будут синтезироваться в полном объёме, и аппетит будет приходить, когда надо. Не будете набирать вес, и на коллогии не заболейте, иммунитет будет хорошим. Только давайте разберёмся, что такое режим. Давайте. Что такое режим? Да, что такое режим? Режим – это последовательность наших основных действий, которые мы соблюдаем с определённым периодом. Для человека свойственен период 24 часа, потому что через каждые 24 часа мы видим одинаковые изменения в окружающей среде. Это заход и восход солнца, день сменяется, ночь. И наши биологические часы работают также с периодом, внимание, примерно 24 часа. Ага. В 2016 год учёные получили Нобелевскую премию за открытие этих внутренних биологических часов. Это определённые клеточки, у которых все процессы повторяются через 24 часа. Ага. Примерно, но не точно, имейте это в виду. Итак, это основной ритм нашего организма – эти часы. А мелатонин, он помогает нашим органам и тканям действительно понять правильно эти часы. То есть, в общем, надо всё-таки стараться жить согласно своим внутренним биологическим часам, и желательно их как-то сравнить с часами вот этими обычными. А когда лучше вот завтракать, обедать и ужинать? Это нужно делать сразу после того, как проснулся? Или нужно подождать там 2-3 часа перед завтраком? Вот как вот это питание своё распределить? Если мы будем всегда соблюдать режимы, период примерно 24 часа, то есть вставать в одно и то же время, то наши внутренние биологические часы будут давать правильные сигналы во все органы и ткани. И вы уже будете просыпаться и хотеть есть. Это значит, что с вами всё в порядке. Я не говорю во сколько, да? У кого-то это 6 утра, у кого-то 10. Если человек, у которого поздний хронотип, заставлять его есть овсянку в 6 утра, на его внутренних часах глубокая ночь, и она ему пойдёт точно не на пользу. Поэтому если вы будете соблюдать режим, то в первый час после пробуждения, неважно во сколько, 10 утра, 8 утра, лучше всего завтракать. А обедать? А ужинать? Ну, считается, что в идеале должно быть 3 основных приёма пищи и 3 перекуса. То есть отсчитывайте после завтрака через 5 часов примерно обед, ещё через 5 ужин. Между ними, возможно, перекусы. Завтракать, обедать, как режим питания нарушать нельзя. Это мы точно знаем. А в какое время нужно заниматься физическими нагрузками, чтобы они были максимально эффективны? Зависит от хронотипа. Ну, давайте вот, например, возьмём меня, я встаю полседьмого, значит, я, наверное... Скорее всего, жаворонок, если вы активны в первой половине дня. Да. И такому человеку лучше физически заниматься в первой половине дня. Вы так с настроением пойдёте в тренажёрный зал, вы быстрее сделаете упражнение, и это больше пойдёт вам на пользу, чем нежели вы будете рушить свои биологические часы, потому что вечером они вас уже готовят ко сну, а в этот момент вы пошли в тренажёрный зал, насинтезировали гормонов стресса, и тут это может привести к бессоннице. Итак, занимайтесь физическими нагрузками согласно своему хронотипу. Жаворонки по утрам, совы после обеда. А когда будет важно принимать лекарства? Зависит от режима и от приёма в пище. Опять же, не во сколько, а через сколько. Например, есть препараты, например, тероксин, гормон щитовидной железы, его нужно принимать строго натощак. Поэтому человек должен проснуться утром, выпить препарат, запить водой и только через несколько часов завтракать. А есть препараты, которые лучше принимать после еды, потому что, например, они действуют негативно на желудочно-кишечный тракт. Тогда вы привязываетесь к вашим основным приёмам пищи. Приём лекарств зависит от приёма пищи, в принципе, чаще всего. Поэтому в любом случае, если вы живёте по своим биологическим часам, то и принимаете лекарства тоже согласно Филипу. Во сколько нужно ложиться спать? Нужно отталкиваться от того, во сколько вы встаёте, и ваши средние нормы часов сна. Для взрослого человека 7-9. Например, мне 38 лет, моя норма 7,5 часов. Если я ложусь 12 ночи, то я должна вставать в 7-30 утра. И если вам комфортно ложиться в 10, всегда это делайте, плюсуйте вашу норму часов сна, например, в 8, и получается, что вам нужно вставать во сколько? В 6 утра. В 6 утра. И в будни, и в выходные. Вот у меня примерно так и происходит. Я в 10, по 11 ложусь, и где-то полсту. Прекрасно. И, кстати, вам удобно будет социальные работы, соблюдать график, выходить к 8. То есть я идеальный кандидат для любого работодателя, наверное, в Москве. Если сам работодатель, не сова. А, спасибо. Ну что ж, Дарья, спасибо вам большое. Друзья, придерживайтесь своих биологических часов. И пусть вас окружают люди, которые воспринимают неважно кем. И жаворонком, и совой, и голубем, и сапой, и так далее. Любите себя и свой гордый скуч. Пока-пока.